Только за деньги русский солдат воевать не будет, потому что деньги имеют обыкновение кончаться, а вот стыд может остаться навсегда. Что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет, но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия особая страна, и у нас живут особые люди. Нацистов там много все. Да. Ну поэтому, наверное, надо проводить там тоже, да? Там надо их всех у***ть. Хохлов до последнего и детей у них. Это гниль, ее надо у***ть. Все население? Все население. А Польшу куда? Присоединить к России? А ее тоже у***ть. А украинцев всех, вплоть до младенцев, всех. У***ть. Это гниль, она распространилась, она уже... Теперь нас не любят они. Они не любят. Никакей, надо ни братья, ни сестры. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия особая страна, и у нас живут особые люди. Не хотим возвращаться в Советский Союз, ни в Российскую империю, ни в Советский Союз 2.0, ни под руководство шизофреника. Мы не хотим. Как бы нам не было тяжело, но мы все это время боролись и сражались. Чего не делал российский народ. И теперь они имеют. И теперь, знаете, даже, конечно, можно говорить, военные люди, мы там ничего не знали, это там не мы. Нет, это все люди виноваты, которые допустили то, что их правительство отправляет их же, их отцов, сыновей, детей, братьев убивать нас. Я считаю, что если угрожает это нашим людям, то необходимо защитить нас. Поэтому удары наносится точечно. В принципе, идет все по плану. Я думаю, это правильное решение. Российские вооруженные силы не бомбят города. И об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в НАТОвских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. И все время вы врете. Постоянная ложь. Мы не можем врать. Мы Россия, мы русский народ. А для них это ключевое. Вот он как раз сказал, надо врать. Поэтому как бы ответ на вопрос, вопрос даже не в том, готовы-не готовы. Мы не готовы врать, а они готовы. Вот поэтому так и получается. Все те, кто более-менее понимают ситуацию, они приходят в ужас от того, куда коллективный Запад ведет человечество. В Индии во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова зал начал откровенно смеяться, когда услышал от него, что Россия пытается остановить войну, которую якобы против нее начали. Как это было в оригинале, давайте послушаем. Смеется над конем тот, кто не осмиривается смеяться над его хозяином. Появились новые территории. Ну вот, и такой все-таки значимый результат для России. Смеха однополярного миропорядка завершилась. Жизнь за время его правления 22 года стала лучше? Конечно, абсолютно. А что улучшилось? Жизнь стала лучше. У вас не будет немножко мелочи, копеечек, покушеньку пить? Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Главное достижение Украины это то, что Киев так до сих пор и не был взят за три дня. Я повторюсь, если бы мы хотели это сделать, мы бы это сделали. Причем сделали бы это, наверное, так же, как могли бы сделать. У нас для этого есть все возможности, все ресурсы. Но желания у нашего Верховного такого нет. Да, то есть вот эта первая победа ему не нужна. Да и нам, в принципе, тоже, потому что нам еще с этим жить и потом. Почему вы решили, что мы должны победить? Да, то, что Киев ваш, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Да, поэтому мы еще будем работать на эту тему. Дотянулись уже до Краснодарского края. Куда-то там еще могут тянуться. Это, конечно, печально. Потому что можно как угодно к этому относиться, но это недопустимо. Жестче надо, конкретики больше надо. Почему мы не наступаем? Почему мы Киев не прием? Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка. Ведь если бы в главе Российской Федерации стоял не такой взвешенный, мудрый, многоопытный политик, а человек, допустим, чуть более вспыльчивый, чего может быть достаточно для нанесения удара по территории НАТО. Они собираются, так же, как говорят на Украине, идти на Росту и дальше. Согласен с вашими выводами и предложениями. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава. Спецоперация провалилась с треском. Где-то спустя несколько дней. И она не могла не провалиться. Вместо приветствий народа, ожесточенное сопротивление, отряды территориальной обороны в каждом населенном пункте, упорное сопротивление украинской армии, ни одной части сдавшейся, серьезные потери. И вот тут Кремль повел себя, знаете как, собака, выскочившая из подворотни, ожидая, что тот там убежит, и тут-то она его, как говорится. А когда человек или там другой оказал сопротивление, хвост, вот знаете, между ног и назад. Назад, 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 назад. Так позорно. С незапамятных времен начинается для нашей страны с войны с коллективным западом. Да, господа, так что нравится, не нравится, Россия расширяется. Ни одного окружения до сих пор наша армия успешно не провела за год боевых действий. Ну и вот Рубилова, Бахмут, Солидар, битвы за домик лесника, как говорили в Первую мировую войну. Никакого вообще стратегического таланта, даже намека на него нет. Почему ожидать от этих же людей, во главе с кретином Герасимовым, что они вот сейчас, вдруг у них просветление в мозгу произойдет, в них попадет молния, и они вдруг превратятся в Наполеонов и Александров Македонских. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле. Уже доставлено боевое отравляющее вещество, вызывающее острый психоз и галлюцинации. А украинцев всех, вплоть до младенцев, всех, не что... Это гниль, она распространилась, она уже... Теперь нас не любят они. КОНЕЦ